добрый день уважаемые друзья это Евпатория и это видеоформат было стало ну то есть опять будем ходить по городу разглядывать старые фотографии и сравнивать как оно было раньше и как она стала сейчас многим это нравится мне тоже так что давайте без всяких этих лишних прелюдий и начнем а начнем мы с железнодорожного вокзала вон он справа это новый вокзал который построен после войны 53 году а был старый вокзал первый поезд в Евпаторию пришел еще до революции в 1916 году и вообще Евпатории нужны эти были поезда почему потому что до революции в Евпатории уже тогда просто таки в промышленных масштабах добывалась обыкновенная поваренная соль эту соль нужно было вывозить на продажу на большую землю а на телегах много не навозишься поэтому поезда были нужны грузовые поезда и пассажирские тоже тогда уже до революции народ знал что здесь в Евпатории есть целебные грязи ну и стремился сюда а добраться сюда было трудно поэтому нужно нужно было железнодорожное сообщение и вот такой любопытный факт от идеи создания железнодорожного сообщения до его воплощения от этого проекта в жизнь прошли десятилетия как у нас знаете бывает вот долго запрягает но быстро едут люди почти 40 лет сидели гадали решали думали взвешивали а получится ли а как начать а хватит ли денег в итоге все получилось и теперь можно сюда приезжать на электричке на поезде а это не патрическая достопримечательность одна из таких достопримечательностей это епатрийский трамвай в россии существует только семи городах вот такая узкоколейная трамвайная дорога и вот недавно все трамваи были заменены и теперь новенькие даже не удержался и прокатился одну остановочку в таком трамвайчике ну да это не такси не он не летит как ракета но все равно какой-то шарм прокатиться на таком трамвайчике есть вот улица демышева и мы с вами идем по улице фрунзе от вокзала до самого моря мы идем по улице фрунзе сейчас о нем поподробнее скажу это весьма интересная история но сначала посмотрим вот на это трехэтажное жилое здание имеется фотография это этого дома где-то здесь стоял фотограф красиво правда да некоторые меня укоряют почему вы вставляете в зимние съемки летние фотографии дескать диссонанс получается согласен но оправдаюсь обратите внимание летом вот эта улица просто таки утопает в зелени все вот домов вообще не видно идемте дальше но сейчас еще одна фотография есть надо только развернуться в сторону вокзала лицом и посмотреть как сейчас и как она была ну вот буквально 10 лет назад и те самые старые трамваи вот это справа здание это гостиница украина палас сейчас мы пройдем чуть дальше развернемся и будем смотреть оттуда сюда есть 4 фотографии и будем сравнивать как она была как она стала первая фотография это вот 50-е годы когда она еще строилась одна фотография другая и смотрим что из этого вышло сегодня некоторым не нравится современный вид этой гостиницы я не урбанист не понимаю а вы пишите в комментариях кому нравится кому не нравится внешний вид или может быть раньше лучше было а те кто думает ставить лайк этому видео или не ставить примите во внимание то что это видео я снимал два дня подряд так получилось я попал в дождь пришлось ночевать и на второй день до снимать разворачиваемся и идем опять к морю мы только что стояли на проспекте имени ленина пересекли его и получилось что мы попадаем в курортную часть евпатории то есть здесь десятки разных санаториев детских лагерей пансионатов ну вот например санаторий орен крым почему я его показываю да потому что у меня есть старая фотография и забегая вперед хочу сразу сказать что если я чего-то там не покажу мимо чего-то там проскочу достопримечательного это не потому что я не хочу это показывать да потому что у меня просто нет старой фотографии того или иного здания или места поэтому будем идти так это выборочно там сам ну есть фотография показывают нет ну что же пройдем мимо вот например санаторий победа есть у меня старая фотография поэтому сейчас я подставлю и мы будем смотреть какая она была эта победа в 80-е годы ну да тут фотография более свежие поэтому изменения почти не видны но вот дальше дальше пойдут фотки более старые вот там будет прям видно очень заметно разница между тем что было тем что стало а мы продолжаем движение к морю по центральной аллее к центральному парку культуры и отдыха имени фрунзе там впереди колоннада самое известное место евпатории а нам направо здесь находится аквариум внутри не был не знаю что там к чему он появился здесь в 2010 по моему году а раньше на его месте находился памятник михаилу васильевичу фрунзе и вообще вот эта вся история вот эти перформансы с этим памятником я четко подробно описал у себя на дзене поэтому он так сильно распространяться не буду чтобы не растягивать экранное время вот этот памятник но это уже второй вернее скульптура тоже а постамент уже другой поменьше похуже попроще вот именно вот здесь и стоял поставлена еще в двадцатые годы нашему доблестному командарму память но решили что он тут лишний и нет чтобы перенести его куда-то в другое место его просто взяли и вывезли подальше от парка почему я это опять же рассказываю там у себя в статье вот этот самый памятник первоначальный вот здесь он стоял вот прям на этом месте вот так что опускаем всю эту историю с памятником с истории парка опускаем все это можно почитать у меня на дзене ссылочка будет описание а мы движемся дальше так чтоб сориентироваться показываю колесо обозрения и прям перед нами раньше была когда-то была водонапорная башня она долго стояла чуть ли не до 70-х годов потом ее убрали а вообще это когда-то было имение местного чиновника по фамилии млинарич что и дало вот толчок к развитию этой парковой зоны и и потом расширяли на дополняли деревьями но мы сейчас смотрим только фотографии история там на дзене вот только фотографии вот эти точки вот как было как стало а это летняя читальня кафе венеция все закрыто зима евпатории такое межсезонний анабиоз в 60-е годы тут были какие-то конференции проводили люди книжки читали сидели представьте себе такое вот не в телефоне зависали а книжки читали второе название этого парка курзал и все вокруг вот этой летние площадки летние эстрады это концертный зал отдых ну а вот раньше рядом стояли автоматы с газировкой ну и постоянная очередь понятное дело полно народу и вот здесь проводились и проводятся всякие концерты кино само собой и вот эти сидели и были увешаны под занятами которые смотрели бесплатно сверху деревьев кино зима сейчас все закрыто как только приходит лето все это работает вот пожалуйста и вот прямо слово курзал употребляли вплоть до конца восьмидесятых прям так плотно ну сейчас уже реже цвета территории называется курзал а теперь смотрите как сейчас это олейка и как она была до того как в общем при союзе а вот на месте этого будущего фонтана был другой фонтан когда-то такой стиле советских стиле советского конструктивизма я потом дальше покажу какой здесь был фонтан необычный как я считаю фонтан в другом месте от него ничего не осталось только одна фотография но тем не менее по фотографии можно судить о том как тут было круто мы подходим к колонаде и сейчас подойдем поближе ну кто постарше давайте по вспоминаем как во времена советского союза вы сюда приезжали отдыхали есть фотографии из одного личного архива еще 60-е годы и она цветная ну собственно говоря сейчас может поменьше людей но вы тоже знаете в иной раз не протолкнуться это центральный пляж а вот и сам геракл их тут в районе евпатории нашли три штуки настоящий геракл и ведь евпатории две с половиной тысячи лет и основали ее греки и настоящих три геракла нашли ну а это так иллюзия ну просто наводил а теперь смотрим фотографию 60-е годы вот как сейчас и как было тогда тут еще деревья росли 60-е годы но она и 70-е годы было то же самое это потом тут по на появились эти винограды всякие кафешки бары ресторанчики а раньше как-то было попроще очередная фотография из семидесятых зимняя фотография как раз соответствующее видео напомню кто пропустил видео снималась в феврале этого года зима но такая маска ему зима до плюсовая температура пустые пляжи и море я подозреваю что те кто здесь отдыхает ежегодно допустим евпатории не будет интересно увидеть пустые пляжи я когда здесь снимал в 2020 году приехал июне когда крым закрыли на карантин тоже ходил бродил июнь никого нет интересно было вот еще одна фотография уже с тех времен я надеюсь вот эти перила которые сейчас неприглядном состоянии их как-то подшаманят к лету да еще такой любопытный момент здесь отдыхал в двадцать восьмом году владимир маяковский он заехал в крым аж на два месяца катался туда-сюда и записывал свои впечатления вот как делают сейчас нынешние трава блогеры так вот такой момент он наряду с хвалебными восхищениями красот нашего полуострова он и записал такие строки о до чего же у нас много всего и до чего же мало у нас умеют край фруктов а на базаре их нет ему тогда не удалось купить на базаре обыкновенные персики он пошел и не нашел ни одного хотя видел сады где прямо в ветки ломятся от этих персиков и он так возмущенный эти строки записал что такое куда это годится а мы тем временем приближаемся к бывшей даче купца терентьева это до революции была дача а потом ее национализировали и превратили санаторий для трудящихся потом ее переоборудовали под детский санаторий который называется назывался имени десятилетия октября какой-то момент там была детская поликлиника а сегодня это один из корпусов детского санатория золотой берег перед нами пляж вот как сейчас и какой он был раньше деревянные топчаны солярий которые убрали и вот за этим солярием тот самый корпус вот такая в общем дальше мы не пойдем там дальше я же говорю начинается курортная зона с эти санатории пансионаты детские лагеря поэтому там не погуляешь поэтому разворачиваемся и идем в обратную сторону к набережной имени горького первое что хочу показать на набережной имени горького это биоклиматическая станция но она ничем не примечательно просто у меня есть вот такая старая фотография поэтому сравниваем как она была и как она стала сейчас гораздо интереснее вот то что позади меня там евпаторийская водоречебница а до революции на месте водоречебницы был санаторий талоса это имя богини моря это мама будущей богини афродиты и вот этот довольно таки престижное то время санаторий потом был национализирован и превращен в санаторий имени симашка потом пришел фашист и ничего от этого и симашки не осталось только одна вот эта фотография ну и посмотрим как она выглядит сегодня это водоречебница вот прям как сегодня и какая она была раньше тогда в 80 а еще от имени вот это талоса происходит медицинский термин талософобия талософобия это навязчивый страх купаться в море плавать в море на лодке на корабле или в океане вообще находиться даже близко возле большого водоема это вот талософобия следующий объект это самая наверное самая самая красивая дача на этом побережье это дача альпийская роза и как и все остальные дачи в этом месте она была построена в 1910 году а в последний раз капитальный ремонт она видела наверное еще лет 30 назад не раньше вот посмотрите в общем сегодня это такая себе достопримечательность анти достопримечательность на которую обращают внимание все туристы все проходят мимо им и каждый хочет сфотографировать и запечатлеть вот этот заброшенный вид никогда архитектурного шедевра иногда появляются здесь неравнодушные патрицы убирают мусор но на этом все поговорю пару лет назад эту дачу купил какой-то здешний богатенький дяденька пожелавший остаться неизвестным но почему до сих пор тянет с реконструкции непонятно может кто из местных меня смотрит напишите в комментариях следующий объект это памятник горькому здесь на месте кладбища немецких моряков которые погибли в боях с нашим и патрицкий десантом поставили памятник максиму горькому потом его убрали и вот появился такой простенький бюстик и перед ним фонтан а до фонтана тут было просто клумба клумбу убрали сделать сделали светом музыкальный фонтан а еще в этом месте располагалось поле для игры в крокет весьма популярное развлечение среди отдыхающих следующий объект по ходу движения похоже на дом культуры но нет это всего лишь диетическая столовая в прошлом вот так она выглядела потом ее перестроили и теперь это просто столовая центральной курортной поликлиники которая находится справа сейчас мы к нему пойдем а сначала посмотрим на фотографию внимательно посмотрим вот обратите внимание сколько в этой фотографии светлого будущего вот этот ребенок знаете вот вообще смотришь старые фотки на лица людей и видишь в них вот эдакую перспективу светлое будущее такое ощущение возникает когда вот смотришь на них насек на вот идет ощущение такое что там там в прошлом хорошая только только начинается впереди только самое самое лучшее вот чем хорошо рассматривать старые фотографии и вот это вот это самая центральная курортная поликлиника фашисты прямо здесь у ступенек устроили свой дот мы конечно же убрали ничего от него не осталось сегодня это поликлиника на реконструкции а это довоенные фотографии две штуки сейчас одна и вторая будет для сравнения и и все-таки хочу заострить ваше внимание что здесь большинство дач на этой набережной последние пять лет были отреставрированы ну вот ждем когда эту поликлинику отреставрируют следующая фотография набережная до революции примерно то же самое место где мы сейчас стоим это было набережная имени плеханова следующая дача это дача валькирия до революции была дача валькирия потом национализация и это стал детский санаторий имени дзержинского сейчас там заседают судьи раньше это была дача из этих дачи построена в 1910 году следующая дача это дача гривицкого астенды а после национализации один из корпусов бывшего санатория ударник вот видите в далеке беленькая это астенды а рядышком серенькая это вилла ривьера сейчас подойду поближе покажу просто мне мешают эти беседки летнего кафе вот смотрите как это выглядело до революции вилла риви она и сейчас вполне себе красивом состоянии нормально четко не потрескавшаяся а до войны перед этим зданием находилась столовая курорт снаб но во время войны туда забежали наши десантники а следом прилетела бомба и вот от этого беленького здания ничего не осталось но ее восстановили и она проработала еще аж до конца 60-х и находилась она вот здесь на месте этого кафе мирос следующая бывшая дача называется джалита а ныне это один из корпусов кстати у ударника аж 7 корпусов и все вот в таком идеальном состоянии так внимание смотрим прямо перед собой прямо вперед и смотрим вот как сейчас и как оно было раньше до военные годы набережная плеханова или улица плеханова которую потом переименуют в набережной имени горького а сегодня тут катаются молодые люди на электроскутерах следующая дача она прям примыкает к этой джалите и это основной корпус бывшего санатория ударник несколько человек комментарии спрашивали а как сейчас поживает ударник жив ли он вот я теряюсь в догадках какой вы имеете ввиду удар если это то нет это уже не работает есть еще один ударник тут недалеко так тот работает просто я не знаю на как правильно вам ответить и еще спрашивали за санаторий наговицына вот тот не работает да тут уже давно в запустении санаторий наговицына не работает и чтобы увидеть следующую фотографию мне нужно немножко отойти так как она сделана с бывшего причала бывшей гостиницы дюльбер смотрим смотрим на бывший санаторий ударник во всей его красе ну и так как мы находимся возле моря то грех не сделать небольшую паузу и не посмотреть не полюбоваться на море и послушать шум накатывающейся волны понравилось все идем дальше пропускаем ударник и так уже насмотрелись а следующее что я хочу показать это просто пустырь и тут ничего нет но раньше здесь была гостиница дюльбер до войны вот она прям перед вами а слева это ударник а прям перед нами это гостиница дюльбер и и владельцем был исаак эзерович дуван исаак эзерович это родной брат тогдашнего городского головы семена эзеровича дувана ну а так как исаак был театральный актер режиссер он знал всю театральную богему а они знали что у него есть шикарная гостиница на берегу моря поэтому когда сюда прибывала любая театральная труппа они всем своим составом заселялись именно к нему в эту гостиницу она была по тем временам нереально шикарная внутреннее убранство просто пылала роскошью и поэтому снять здесь номер в дюльбере могли далеко не все желающие это я специально развернулся в обратную сторону чтобы показать следующую фотографию вот смотрите как сейчас и как она была там в тридцатые годы вот наглядно видно с правой стороны вот тут раньше стояла гостиница дюльбер тогда еще она здесь была эта гостиница а теперь здесь один сплошной пустырь одним из последних посетителей постояльцев этого отеля был сам пётр николаевич врангель тот самый барон врангель армия которого плотно тогда засела в двадцатые годы в крыму и сражалась против армии михаила васильевича фрунзе ну а во время войны это гостиница ее просто не стало видите поэтому восстанавливать ничего не стали разровняли и теперь тут пустырь а вот это двухэтажное здание это четвертый корпус детского санатория приморский и я позволю себе еще раз лишний раз напомнить кто ж такой семён эзарович дуван родной брат владельца этой гостиницы он караим по национальности дважды избирался на пост городского головы евпатории до революции и он так сильно продвинул свой любимый город что благодарные потомки установили ему памятник потому что это с его подачи в евпатории появилось электричество театр телефон больницы школы новые районы забегали трамвайчики в четырнадцатом году библиотека появилась которую мы сейчас там попозже увидим а также в евпатории пару лет назад установили памятник его предшественнику тоже был городской голова его звали мамуна николай андреевич всем бы таких мэров да а теперь вспоминаем детство золотое вот пляж сейчас и каким он был тогда советские годы ну а теперь долгожданная реклама есть канал называется готовим дома это простые рецепты вкусных блюд из доступных продуктов качественная съемка грамотная речь и я уверен каждый кто перейдет по ссылке в описании на этот канал готовим дома обязательно найдет для себя что-то что прям сегодня для себя и приготовит ссылочка в описании идем по улице дувановской и я почти не покажу просто у меня нет старых фотографий этой улице разве что вот это одна почти 100 лет недавности поэтому пробежим быстренько до театральной площади не остановимся вот здесь это краеведческий музей а раньше это был особняк геляля маисеевича гелиловича это караим по национальности меценат купец очень такой почетнейший гражданин евпатории уважаемый человек ну а теперь здесь находится краеведческий музей десятки тысяч экспонатов будете в епатории обязательно зайдите очень важно эта история это важно знать и само здание очень так вот привлекать вообще на этой улице самое привлекательное здание что эта улица очень старая 200 лет но по сути по сути этой улице две с половиной тысячи лет почему потому что здесь вот под этим куполом раскопали и оставили на всеобщее обозрение остатки керкинетиды повторюсь евпатория была основана две с половиной тысячи лет назад древними греками и с тех пор это один из десяти наверное самых живых старых городов мира то есть по всему миру есть города которым две три четыре тысячи лет пять десять может быть но есть города которые живут и не прекращается там жизнь вот евпатория входит в десятку таких городов это вилла спинкс бывшая вилла а сейчас здесь находится какая-то юридическая контора жаль что у меня нет старой фотографии чтобы сравнить как она была как она стала зато есть парочку старинных фотографий вот этого двухэтажного помещения это первый в евпаторий еще основанный в девятнадцатом веке санаторий и тогда он назывался приморский вот полюбуйтесь какой он был красивый правда потом после революции его переименовали санаторий имени ленина ну а в наше время здесь располагается военный детский клинический санаторий имени глинки при министерстве обороны а это улица дувановская такая себе прогулочная улица где фонарики горят люди прогуливаются музыканты разные художники сидят с картинами а я ж не могу пройти мимо вот этого это вилла люкс называется вилла люкс тогда до революции а сегодня это жилой дом где даже можно снять квартиру для отдыха в крыму рекламу не делаю просто подсказываю жаль опять же жаль что у меня нет старинной фотографии так бы хотя по моему как она была так она сейчас и осталась все больше никаких старых фотографий этого этих места у меня нет идем прям 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 вот сюда это театральная площадь есть у меня классная старая фотка сейчас покажу но сначала мельком мельком уже рассказывал это тот самый семён эзерович дуван про которого я уже рассказывал это он тут сидел два срока на посту головы не в поторе и понаделал много всего хорошего ну и давайте смотреть вот театральная площадь фотограф стоял примерно здесь и сделал просто замечательную фотографию вот смотрите как сейчас и как оно было с правой стороны это библиотека александра второго вот основана как раз таки при дуване сейчас мы к ней подойдем поближе почему потому что вы видите вокруг деревья и и даже не видно чтобы рассмотреть приходится брать старые фотографии вот такая она была в начале 20 века но она ничем не изменилась просто обросла деревьями и кустами вообще епатория очень зеленый город это сейчас зима и поэтому кажется неуютно на самом деле здесь летом очень даже хорошо потом ее переименовали в библиотеку публичную библиотеку имени пушкина сейчас посмотрим с другой стороны почему отсюда потому что очередная фотография из начала двадцатого века а позади меня находится тоже красивейший дом прям такой аж сейчас покажу он называется дом летчиков основан также до революции а сюда почему дом летчиков сюда в 1916 году было направлено аж 300 летчиков их расквартировали по разным домам но почему-то вот именно этот запомнился всем что да здесь проживали летчики и до революции после революции после войны здесь расквартированы были летчики из одессы из киева здесь проживали а дальше это городская администрация с правой стороны правда я снять вот так в наглую снять не смог стоял охранник он так на меня таращился сейчас думаю точно отберет камеру это потом мне сказали что тут какая-то провокация готовилась какой-то пикет одиночный готовился мне вот потом уже подсказали ладно давайте пропустим политику лучше смотрим на театральную площадь вот какая она сейчас и какая она была тогда сто лет назад заметно разница правда вам какая нравится больше площадь как было или как стала пишите в комментариях да я провоцирую чем больше ваших комментариев лайков подписок тем это видео дольше держится просматриваем их в рекомендуемых ну такая вот тактика продвижение видео на ютубе что делать а вот эта стена где кратко описано вся история евпатории я уже подробно на ней останавливался сейчас не буду никогда но все это есть у меня на канале есть целый плейлист называется евпатория интересно ищите смотрите думаю понравится кинотеатр ракета вот как он сейчас и каким он был 70-е годы построен он в шестьдесят первом году и сегодня там три зрительских зала есть 3d но в общем все все современное все нормально не столь это интересно давайте я вам кое-что покажу не могу я просто пройти мимо этого сквера вот там дальше через дорогу находится сквер памяти героев чернобыля и там есть монумент вот когда видишь первый раз думаешь туда а когда знаешь какой смысл заложил автор в эту скульптуру вот блин аж мурашки по коже честное слово чаще ща покажу вообще это бывший сквер имени кагановича потом его переименовали стал комсомольский сквер а вот 20 лет назад установили ту самую скульптуру сейчас я вам и пока ух а это памятный знак всем спасателям всем пожарным которые участвовали в ликвидации последствий чернобыльской аэс а вот на месте этого светомузыкального фонтана раньше был другой фонтан а еще этот фонтан был вообще уникальный смотрите здесь был настоящий аквариум там плавали настоящие рыбки представляете я не знаю может где-то еще такое есть чтобы фонтан рыбки прям там фонтане вот тот самый монумент о котором я говорил вот мальчик и вот эти две склоненные над ним плиты это его родители его погибшие родители его родители уже нет живых они стали жертвами чернобыльской трагедии а вот их сын выжил и он живет и он будет жить и дальше несмотря ни на что его ждет только хорошее только самое светлое будущее ладно давайте обратно вернемся на театральную площадь пройдем в обратном направлении там находится сквер имени ленина и там находится самый большой в городе цветом музыкальный фонтан но зимой он не работает есть одна фотография этого сквера памятник ленину и идемте дальше а дальше у нас мор вокзал то есть бывший мор вокзал и это здание в прошлом году в мае было отдано для возрождения яхтенного спорта вообще военно-морского дела здесь в этом здании прошлом году была открыта первая в крыму молодежная морская школа и уже проводится обучение морскому делу ну ребята молодежь она здесь обучается с этим там хождение яхте под парусом подводное плавание водолазная подготовка в общем ребята готовятся к дальнейшему поступлению в военно-морские силы ну и фотографии вы сейчас видели да как сейчас она была и как она была раньше ну и погода дождь идет и мы скердуем называется а чего я сюда прибежал я же хотел же показать этот памятник фрунзе который тонится вот в этом шелковичном бывшему шелковичном сквере он впереди видите но не судьба не повезло закрыто было вот та самая скульптура вот только то что справа вот так вот вот он сейчас стоит в этом сквере в этом это не сквер это музей мировой скульптуры сейчас называется но я подошел как-то там подождал постоял собака погавкала и подождал короче никто не вышел я взглянулся и ушел а это улица революции и прям перед нами бывшая гостиница санкт-петербург советские годы это была столовая ну а сейчас там какая-то кафешка и вот фотография вот действующая гостиница санкт-петербург до революции вот такая она сейчас а рядом находится сейчас покажу вот прям перед нами это сквер погибших коммунаров он посвящен героям гражданской войны которые боролись здесь в евпатории за советскую власть и погибли от рук белогвардейцев тех самых врангельцев барон которых отдыхал свое время в гостинице дюльбер а раньше здесь был просто обелиск вот такой обелиск ну молодцы поменяли так-то но никогда а вот сейчас более-менее понятно и там плита имена кто здесь погиб возвращаемся обратно на улицу революции до революции эта улица называлась лазаревская и образовалась она середине 19 века и как-то сразу стала такой себе центральной улице потому что здесь тогда располагалась большая часть общественных зданий города магазины учреждения гостиницы а в конце 19 века эту улицу активно стали застраивать своими домами караимы вот например один из них это дом бейлера известный до революции ательер он владел здесь несколькими доходными домами и комфортабельной гостиницей который так и назвал по своей фамилии бейлер в которой между прочим также останавливался барон брангель о чем он даже сделал запись в своем личном клинике вот эта гостиница бейлер потом это был борец труда при сельской власти потом гостиница крым а во время войны фашисты и и взорвали потому что там скрывались наши десантники и это гостиница была вот здесь а сейчас здесь находится памятный знак высадки патриотского морского десанта в ночь на 5 января 42 года и вот этой гостинице они скрывались прятались оборонялись немцы их в общем не гостиницы не наших ребят не осталось и вот смотрим на этот постамент тут раньше был вот этот минный тральщик потом его почему-то убрали остался один даже не постамента так себе плита в общем памятный знак что здесь насаживался ребята настолько пронзительная история вот этого десанта ну представьте себе январь месяц холодрыга страшное ветрище шторм подойти невозможно а ты в полной амуниции прыгаешь в ночь в море вперед в атаку вот это советую будете в евпатории попадите вот в этот краеведческий музей послушайте что он рассказывать будет экскурсовод это очень-очень такая душераздирающая история про этот десант еще одна фотография сделанная как бы сверху вот эта зелененькая это будущий сад караева а то что ближе к морю это будущее набережная терешковой а это самая крупная из ныне действующих в крыму крымско-татарская мечеть называется хан джами и фотография с военных времен примерно эта же точка и вот как она сейчас и еще одна старенькая фотография собирались здесь и раньше шахматисты все хочу туда попасть и как-то не срастается и вон впереди находится храм николая чудотворца я там уже был предыдущем видео есть видео там красиво и очередная фотография из далекого прошлого там длинная история его создания но это все мы пропускаем мы сегодня смотрим только старой фотографии следующая фотография нужно немножко отойти назад поймать точку где стоял фотограф и вот смотрите это 1917 год офицеры дают присягу временному правительству а я же там пробежал доходный дом дувана вон видите доходный дом это дом который дает доход его владельцу при сдаче в наем жилья на длительный срок и в этом доходном доме дуван сдавал конкретно то есть там во первых оборудование было самое передовое на то время и канализации водопровод и отопление и все короче было и селил он туда только таких более-менее состоятельных жильцов а это бывшая гостиница борь и ваш до революции потом это был прекрасный берег сейчас это заброшенный пансионат орбита и это здание считается очень-таки красивым ну считалось вот сейчас туда пойдем оттуда будет интересней где-то здесь стояли фотографы и сделали пару фотографий это 60-е годы прошлого столетия и 80-е годы прошлого столетия так ну что идемте ж теперь самое сердце евпатории так называемый старый город сожалению у меня нет старых фотографий старого города есть но это давайте уже отложим на следующий раз потому что уже и так затянули очень длинно получилось давайте просто подойдем к воротам и все вот эта красивая гостиница правда таком этническом стиле это без лезки и ворота ведущая типа на дровяной базар ну это новодел настоящие ворота были разобраны но якобы они мешали тут хотели дорогу расширять потом передумали и ребята обратно сложили но уже не так как как раньше было но тем не менее кто не знает первый раз под можно подумать что это правдушнее ворота которым 500 даже больше лет здесь кофейня музей есть в общем это самое такое сердце все туристы всем советую когда будете в епатории обязательно нужно посетить старый город это самый колорит и в патуре вообще епатория колоритная ежедвие с половиной тысячи лет прошу это учесть когда будете приезжать сюда на отдых а вот здесь изображены те самые настоящие ворота которые простояли здесь 500 лет а потом были разрушены а слева находится хлебозавод и есть фотография когда он еще строился тридцатые годы в общем я не пойду старый город оставим на потом на сегодня у меня все большое спасибо вам за внимание до свидания что и и и и и и и